МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Нурсултан Зарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Казахстане Михаилом Бочарниковым. Он завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Клава государства дал высокую оценку работе дипломата, выразил благодарность и подчеркнул вклад Михаила Бочарникова в укрепление казахстанско-российских отношений. Нурсултан Зарбаев отметил также продуктивное взаимодействие двух стран на международной арене. Уважаемый Михаил Николаевич, 11 лет проработали в Казахстане послом России, отметили 25-летие наших дипломатических отношений. Межрегиональное сотрудничество развивается, визиты, встречи на высшем уровне стали интенсивными, и наше партнерство, союзничество является примером межгосударственных отношений. На международном уровне мы поддерживаем только что. что как раз при моем визите в Соединенные Штаты Америки я очень сильно акцентирую вопрос российско-американских отношений, российско-западных. Я говорил об этом Владимире Владимировичу недавно в разговоре. С моей стороны Михаил Бачарников подчеркнул активную деятельность Казахстана в укреплении глобальной безопасности, отметил результаты и перспективы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. В завершении встречи президент наградил посла Российской Федерации орденом Досток. Мне было очень интересно профессионально работать в Казахстане, который за последние годы вышел на очень видное место по всем международным проблемам. Вхождение Казахстана в Совет Безопасности и нынешнее председательство Казахстана в этом органе ООН показали то значение, которое страна играет сейчас в международном в обеспечении международного мира и безопасности. Казахстан, граничащий с Китаем и Россией, является ключевым государством в центре Евразии. Страна добилась ряда прорывов с момента обретения своей независимости. Дональд Трамп, встретившись с Нурсултаном Назарбаевым, сделал дипломатически успешный шаг во внешней политике. Так считают журналисты американского издания The Hill. В статье отмечается, что партнерство Вашингтона и Астаны является важным шагом в осуществлении американской политики в Центрально-Азиатском регионе. Стремление Казахстана вступить в организацию экономического сотрудничества и развития, клуб богатых демократий и стать одной из 30 крупнейших экономик мира заслуживают поддержки США. От Астаны это потребует прогресса в области верховенства права, развития государственных учреждений и диверсификации от сырьевой экономики. Автор статьи также указывает, что Дональд Трамп поможет стать первым президентом США, который посетит Казахстан с официальным визитом. К тому же в статье говорится, что наша страна сейчас является партнером Китая, крупнейшей экономики мира в реализации стратегии «Один пояс, один путь». В этом смысле Вашингтону важно улучшить торговые экономические связи с Астаной. Библиотека Конгресса США и Нью-Йоркская публичная библиотека пополнились книгами о Казахстане. Проект Министерства культуры и спорта Казахстана в рамках программы Пола Шаха Бахдара Рухани Жангру продолжает свою реализацию в Соединенных Штатах Америки. 156 миллионов изданий в фонде библиотеки Конгресса США. Этот крупнейший дворец книги ежегодно посещает более 1 миллиона 800 тысяч читателей. И сегодня на полках Национальной библиотеки США появились издания на казахском, русском и английском языках о Нурсултане Назарбаеве, труды главы нашего государства, историческая и научно-популярная литература о нашей стране, произведения казахских поэтов и прозаиков. Среди этих книг есть и новое издание Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». В казахстанской коллекции для крупных американских библиотек представлены красочные издания и альбомы, где можно знакомиться с историей Астаны, изучить архитектурные шедевры и сакральные места Казахстана, узнать о культуре, национальных костюмах, обычаях, спорте, образовании и природе нашей страны. Среди изданий казахских поэтов и писателей сборники стихов и произведений великого поэта Абая, Шакарима Кудайбердаула, Жамбыла, Шуханова-Леханова, писателей Мухтара Уэзова, Сабита Муканова, современных авторов Алжаса Сулейменова, Вахчана Аканопьянова, Розы Мукановы, Серика Турканбекова и многих других. Все эти книги были переданы министрам культуры и спорта Республики Казахстан Арсанбека Мухамедеула. Как отмечает инициатор этого международного проекта, руководитель Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Умитхан Муналбаев, именно книга была и будет объединять народы и континенты. Читателям библиотеки Конгресса США были также подарены переводы молодого поэта и писателя Бигзата Смогулова, сказок американской писательницы и иллюстратора Руф Сандерсон. Это был абсолютно великолепный вклад в нашу библиотеку. Теперь вместе с книгами из Азии, Африки, Ближнего Востока у нас есть коллекция из Казахстана. Это прекрасные книги, которые были подарены нам сегодня. Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества с казахстанскими коллегами. Мы надеемся на совместную исследовательскую работу с использованием этой замечательной коллекции и других изданий, включая газеты и разные материалы. Мы хотим большего сотрудничества с вами. В Можилисе ратифицировали договор между Казахстаном и Вьетнамом о выдаче. Этот документ был подписан в июне прошлого года в Ханое. Согласно договоренности, страны будут сотрудничать в сфере передачи лиц, находящихся на их территории, для осуществления уголовного преследования или приведения в силу приговора суда. Кроме того, депутаты в первом чтении одобрили поправки в законодательные акты по вопросам архивного дела. Во время обсуждения, мажоресмены внесли изменения в бюджетный кодекс Казахстана по предоставлению госархивам право оказывать услуги на платной основе. Ко всему прочему, Азат Перуашев направил премьер-министру Бахчану Сагентаеву повторный запрос о необходимости экономии бюджета за счет сокращения числа чиновников после передачи некоторых госфункций в конкурентную среду. Согласно данным депутата, доля чиновников в 18 миллионах в Казахстане 20%, а в Китае всего 8%. Чиновники продолжат получать ту же зарплату и премии. Те же кабинеты и приставленные автомобили, хотя и за меньший объем работы. И за отрату бюджета, хотя и при меньших задачах экономить никто не собирается. Теперь о том, что происходит в мире. 33 человека погибли, более 70 получили различные ранения в результате двойного теракта в Ливийском Бенгазе. Отмечается, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, и число жертв может возрасти. По данным местных СМИ, первый взрыв прогремел неподалеку от паспортного стола и одной из главных мечетей города, откуда после молитвы выходили верующие. Когда на место ЧП прибыла полиция и скорая медпомощь, террористы привели в действие еще одну бомбу. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Вооруженные злоумышленники атаковали офис международной организации Save the Children в афганском Джалалабаде. Фонд занимается защитой прав детей по всему миру. В результате нападения пострадали 11 человек. Как сообщают местные власти, сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот здания, после чего на территорию проникла вооруженная группа. Столкновения террористов с сотрудниками правопорядка продолжаются. Какая из радикальных организаций, действующих на территории страны, стоит за этой атакой, пока неизвестна. В Италии бастуют судьи первой инстанции. К середине третьей недели с начала протеста служители правосудия сорвали больше 400 тысяч процессов. К концу забастовки число нерассмотренных дел составит полтора миллиона. Недовольство связано с реформой судебной системы, которая возлагает на мировых судей дополнительные обязанности, одновременно сокращая оплату труда. Когда реформа начнет действовать, нагрузка на специалистов увеличится, зарплата судей не будет превышать зарплаты сиделки, отмечают в профсоюзе. Тысячи бастующих пересмотра реформы, достойной оплаты и социальных гарантий, предупреждая о том, что последствия нововведения могут коснуться и населения. Итальянская судебная система и без того известна своей нерасторопностью. Эта реформа будет иметь колоссальные последствия и для населения. Сегодня мы рассматриваем 50% судебных исков и можем гарантировать завершение процесса в течение года. В будущем на нас будет возложено 80% исков. Но в это время судьям придется искать вторую работу, чтобы обеспечить семью. Можете себе представить, насколько судебный процесс в этом случае может затянуться? Гражданин, ищущий правосудие, будет ждать 10 и 20 лет. Районы вдоль Парижской реки Сена уходят под воду. В эти дни во французской столице выпала двухнедельная норма осадков. Это привело к тому, что уровень реки резко повысился. Сейчас он составляет почти 5 метров. Из-за наводнения в Париже частично ограничили движение транспорта, отменили железнодорожное сообщение. А местным жителям рекомендовано держаться подальше от Сены. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. По данным местных властей, уровень воды в реке в ближайшие дни может повыситься до 6 метров. Я скрестила пальцы, надеясь, что уровень реки перестанет подниматься. Мой бизнес – это сдавать туристам лодки, но из-за плохой погоды работа встала. Все, что я сейчас могу, это молиться Богу об улучшении погоды. Продолжаем выпуск. Верховенство закона – одно из главных условий для привлечения иностранного капитала. Задачу по борьбе с коррупцией Нурсултан Азарбаев не случайно обозначил в послании народу Казахстана, считает эксперт Института высших геополитических исследований Италии Дарио Читать. По его словам, прозрачность работы государственных институтов фундаментальна для развития экономики и прихода в страну зарубежных инвесторов, для которых главенство права служит дополнительной гарантией. Наверное, самый важный момент – это пункт, где президент говорит о борьбе с коррупцией и верховенства закона. Почему? Потому что, чтобы действительно делиться шаг вперед, нужно, конечно, привлекать инвесторов. И очень важно показать, что такой принцип, который в английском языке произносится как «rule of law», то есть верховенство закона, действительно идет в Казахстане. И предприниматели могут стать уверены, что, несмотря на все проблемы, несмотря на все трудности, всегда есть закон, который управляет на всех уровнях общества, и можно работать со всеми гарантиями. Это, думаю, очень важно для развития страны. В Актау состоялось 12-е заседание Каспийского экспертного клуба. Главными гостями стала делегация из Астрахани. Международные эксперты обсудили послание президента Казахстана народу как одной из центральных политических событий года, а также возможности сотрудничества между СМИ при Каспийских странах. В частности, с казахстанской стороны поступили предложения об обмене информации по наиболее актуальным темам – экологии, Каспийского круиза, логистики и туризма. Участники встречи отметили послание президента. Это конкретная программа интеграции Казахстана в глобальную мировую экономику и, что немаловажно, в глобальную мировую культуру. Послание лидера государства – это всегда инструмент выстраивания институтов. Институты выстраиваются поколениями, десятилетиями. Путь к экономическому развитию, к благосостоянию народа – он всегда достаточно долгий и трудный. Все через него проходили. Новые микрорайоны Усть-Каменогорска будут возводить в едином архитектурном стиле. Частным застройщикам за счет государства разработают и составят типовые проекты домов на 40, 80 и 130 квадратных метров. Их наличие позволит юридически оформить и зарегистрировать объекты индивидуального жилищного строительства. Поэтому в местном Акимате сейчас принимают заявки на составление генеральных планов. В этом году по ним построят больше 200 особняков в черте города. Эти проекты мы сделали типовыми. Они не превышают за 1 квадратный метр 120 тысяч тенге. То есть будут более приемлемыми домами. Проекты будут бесплатные. Проекты сделаны для нашего климата. Не только прибыль, но и социальная ответственность. Столичный предприниматель Аймин Аскеров несколько лет назад открыл социальную мастерскую. На работу принял людей с особыми потребностями. В Министерстве труда и соцзащиты призывают следовать его примеру. В этом году в ведомстве намерены трудоустроить 780 человек с ограниченными возможностями. Какие дивиденды при этом обещают бизнесменам и чем полезны социальные мастерские узнала моя коллега Гульнара Хасад. Создавать из клубка НИТа красивый аксессуар Айнура Манжолова научилась недавно. Три месяца назад выпускница коррекционной школы пришла в социальную мастерскую. Здесь ее обучили вязанию. Это занятие стало не только любимым делом, но и постоянной работой. За свои изделия девушка получает зарплату. Я вообще хочу маме свою зарплату отдавать, потому что у нее проблемы. Я хочу ей помочь с проблемами решить. Хочу, чтобы вот так опыта набраться и поработать также по вязанию и помогать детям, которые такие же, как я. Своё дело хочу открыть. Ну, на жизнь план – это выйти замуж и родить детей. Возможность заработать есть еще у семерых. Каждому индивидуальный подход, говорит преподаватель по рукоделию Рахима Мукушева. Любой человек, он с первого раза сразу, в принципе, обучается. То есть мы находим общий язык определенный, ну, я подстраивалась под человека. И у нас очень хорошие результаты. Здесь меняются личностные отношения людей с ограниченными возможностями. Повышается самооценка. И они чувствуют себя нужными, нужными обществу, нужными семье. Обучиться в этом центре можно не только вязанию, но и шитью, столярному мастерству, сварочному делу и декоративному искусству. Бесплатно. И если кандидат достоин, его примут на работу. Предприятие направлено на трудоустройство социально уязвимых слоев населения, людей с ограниченными возможностями и психосоциальными расстройствами. Добрый день, ребят. А, как дела? Как дела? Открыть такого рода бизнес имя Наскеров мечтал давно. Сегодня на его предприятии производят на заказ мебель, предметы интерьера, шьют изделия, оказывают услуги полиграфии, дизайна и создают сайты. Зарабатывать здесь могут от 70 до 150 тысяч тенге. Социальный работник во втором поколении убежден, бизнес должен приносить не только доход, но и решать социально значимые проблемы. В данное время мы, получается, трудоустроили около 22 сотрудников, еще дополнительно мы сейчас трудоустроим 8. Заработная плата, фактически отчисления, ну и плюс периодически стараемся создавать некий тимбилдинг, там, билеты в цирк, я не знаю, тренинги какие-то проводить, если есть возможность куда-нибудь выходить совместно. Трудотерапия очень хорошо влияет на процесс развития, так как, когда ты ощущаешь, что ты нужен, и, во-вторых, когда тебе за это еще платят деньги, появляется какая-то мотивация. Плюс все-таки работа в коллективе, она тоже творит чудеса своего рода, ребята находят себе друзей, общаются друг с другом. Социальный предпринимательство в Казахстане, по словам экспертов, только делает первые шаги. Межтемовая востребованность очевидна. В стране порядка 600 тысяч людей с ограниченными возможностями. По статистике, 70% из них трудоспособны, но вот работает и зарабатывает лишь малая часть. В этом году для бизнесменов, готовых принять на работу людей с особыми потребностями, государство впервые готово выплатить субсидии. На пилотный проект предусмотрено 110 миллионов тенге. В планах Минтруда и соцзащиты трудоустрой 780 человек. Гульнара Хасан, Омирвей Казимов, Хабар-24, Астана. В семье в эти морозные дни проходит необычная акция. Всех прохожих совершенно бесплатно угощают горячим чаем. Инициатор – молодой предприниматель. Он уверен, что его примеру последуют и другие горожане. Подобная акция проходит второй год подряд. Январь и февраль – это период, когда в наш регион приходят сильные морозы. В эти холодные дни такие акции необходимы. Мы должны хоть как-то поддержать тех, кто замерз по пути домой или на работу. Думаю, что чашка горячего чая в самый раз. Уверен, что наше начинание найдет свое продолжение. Более 26 тысяч верблюдов участвуют в конкурсе красоты, который проходит в рамках второго ежегодного верблюжьего фестиваля в Саудовской Аравии. Победители ждут призы. Размер денежной награды за первые места превышает 26 миллионов долларов. Ради победы владельцы животных готовы на многое. Даже хирургическое вмешательство и пластические операции. Чтобы сделать своих верблюдов более привлекательными, они используют инъекции ботокса. Однако таких конкурсантов сразу же дисквалифицируют. В этом году организаторы отстранили от конкурса около 20 животных. Посмотреть на живых кораблей пустыни каждый день приезжают 25-30 тысяч человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. Верблюд – древний символ королевства Саудовской Аравии. Он олицетворяет все, чем гордятся уроженцы полуострова – еду, одежду и транспорт. И на этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»